читаю вопросы не редактированы сплошной экспромт поэтому вопрос я сам в шоке от того что может быть написано поэтому выбираем допустим так сатья благодарю люблю полина или паша вот надеюсь что все-таки полина я я гетеросексуал простите если кого-то это обидела после развода узнала об измене мужа сейчас встречаются мужчины которые в чем-то обманывают как выйти из сценария обмана мысленно об этом не думаю но подсознательно видимо притягиваю если есть какие-то психологические блоки затыки какие-то трудности сбои и тому подобное этим занимаются психологи психотерапевта если все совсем плохо психиатр поэтому чтобы такие вопросы обсуждать таком формате нужно идти на личную консультацию потому что ну ответа такого не бывает что для того чтобы выйти из сценарии измены нужно и и вывалить всем все расы все вышли из дори измены нет ну надо разобраться вся вся эта история сценария измены то есть нам кажется что просто у нас а иногда кажется что это просто психологическая такая штука да я просто в сценарии измены и все если бы я была не сценарий измены мне бы не изменяли ну раз мы зацепили эту тему почему люди из меня потому что партнер сценарий измены я даже знаю чего ну давайте список причин пока чему люди в браке ну решаются на измену это же не так просто а нету женщин которым не хватает секса есть мы сейчас не делим по сексуальному папа полу да не хватает секса еще не хватает внимания давно то есть не хватает принятия не хватает близости общения какого-то тепла человеческого до тобой не интересуются ну то есть какие вот может тебя что оскорбляют либо ты очень обиделся на ну тебя обидел партнер очень сильно настолько сильно что ну ты может его не очень начинаешь хотеть или тебя не очень хотят потому что но обиженных не очень хотят это же бросается в глаза именно если мы возьмем мужской и женский список измен они это будут одни и те же причины но они могут стоять немножко в разном порядке у мужчин как замечено на первом месте банальная история физическая нехватка секса просто не хватает секса у женщин так тоже бывает но реже как бы странно не звучало но на первом месте у женщины знаете какая причина а месть конечно но после чего после обиды измена в том числе может быть причиной обиды хотя но история о том что ну женщина просто хочет больше секса такое тоже бывает но не так часто как у мужчин потому что мы об этом говорили что секс женщины секс мужчины немножко отличается утверждают обученные люди специальные что мужской секс он очень физиологичный мужской секс он ну сейчас странно будет звучат надеюсь никто не обидится но это как покушать или покакать то есть эта тема которая ну такая потребность есть такое понятие как половая потребность если мы берем какого-то допустим среднестатистического мужчину не знаю меня да да там бенью хочу мне хочу нет валеру женю и андрея да то есть такое понятие в принципе каждый может стать из мужчины сказать у меня половая потребность три раза в месяц 30 раз в месяц и это будет приблизительно что одинаково из месяца в месяц если у мужчины 10 раз в месяц половая потребность то будьте уверены он как пожарные сутки через трое и не бывает так что ну сейчас майя 30 раз а в июне что-то ну занят поэтому решил не тратить время на секс нет секс конечно будет да согласен не обязательно это с людьми на сам как-то но оргазм твой ты все равно потому что мужской оргазм это избавление от некого томления у женщины оргазм по-другому описывают что это некий некий апогей хороших впечатлений то женщине хорошо хорошо то стало вообще хорошо ибо и тому подобное так кстати может быть несколько раз хорошо а может быть вообще без оргазма хорошо вы видели мужчин которые ну потрахались такие оргазма нет он такой нормально мне главное процесс нет мужчина побежит лечиться сразу потому что это кстати опять же помните мы говорили о том что инстинкт самосохранения секс и тому подобное просто для зачатия детей женщине оргазм свой не нужен а мужской сильно нужен вот такая вот история про что мы говорили что мы к сексу колтились по-любому про измены конечно допустим люди измены если узнают они о них забывают вы знаете людей которые забыли измены ну свои то ты мог забыть если всю деревню перри трахал да и какую-то котену забыл трахаю не траху неизвестно да изменял не изменял нет но измену тебе никто не забывает вопрос номер два люди измены прощают что значит прощают заметили мужчины никогда так не говорят только женщины бывают но чаще всего женщины путают несколько вещей имеется ввиду что есть бабы которые после его измен остались а с ним сказав что они простили и поэтому она с ним осталась потому что изначально на него плевать да конечно конечно прямо надо да ну мы сейчас не об этом оскобляции хотя конечно полегче когда ну люди вернулись из свинг-клуба и такие так походу мы изменили но это редко бывает такое счастье такое счастье поэтому женщины надо остаются с мужчинами после измены бывает такое бывает причина есть потому что это любят все это фуфлу адская про любовь это это будете рассказывать бабушкам на на исповеди а на самом деле женщины остаются потому что есть причины вторичные скрытые выгоды может ли женщина получить какие-то выгоды от того что она остается с мужчиной который изменил конечно какие во первых завиноваченный мужик это хороший мужик и бабы тут такие секреты открыл да не всегда но до работает женщина которая простила своего мужика она никогда ему об этом не напомню как вы думаете тут главное не перегрузить на не перегрузить то есть у него пожизненно есть причина иметь плохое настроение сливать негативные эмоции не надо искать причину так это ты же ты же ленку трахнул восемьдесят седьмом еще что за три года до нашей свадьбы да и финансово можно получить под это дело потому что занаваченный мужик он да да любит это всю историю будет напоминать когда она напоминает мужчине о том что он не изменил как вы думаете кто от этого больше страдает запомните женщина от этого страдал она никогда в жизни не напоминала потому что когда она ему напоминает переживает отрицательные эмоции она избавляется от отрицательных эмоций сливает на него и разрушает она его а это этого легче становится конечно конечно но баба буду говорить мы очень страдаем именно поэтому напоминает хитрюги какие бонусы у мужчины когда он остался с бабой может ли полу поймете деньги ну так себе а чтобы сливать на нее негатив ну есть надо какие-то больные люди странные конечно потому что психологически когда мужчина напоминает об этом он напоминает что что не ты изменила а мне изменили мы поедем мы помчимся ну сейчас я попробую доказать то допустим 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 у тебя в семье случилась измена и твои подружки вы все сидите в бане такие распаренные ну что как ну вот такая скотина ты же на изменили надо же с этой шваброй тупоголовый вообще что он не нашел она такая овца без высшего образования губ у нее вообще нет ну вот это все и все подушки 3 ульянка вот он такой скотина как он мог мы за тебя ты и об этом даже облегчает мы можем представить хотя бы гипотетический такой разговор в женской бане среди подруг можем вы можете представить гипотетический разговор четырех друзей в бане мы такие сидим и ну короче загуляла моя баба и все такие болен вот как она могла да нет мужчина же эту тему подымать не будет помощь а звучит это так мужчины если кто не знает я олень то есть мучение это против природы даже напоминать об этом и вспоминать об этом но он забудет об этом нет простит он это нет да он может об этом не говорит но вопрос это будет его разрушать да поэтому при любом раскладе если после измены чей-либо люди остаются вместе разрушаться будет мужик поэтому когда ко мне бабы на консультацию приходят и говорят ну так оставаться семья оставаться и говорю при определенных правилах оставайся тебе это в принципе выгодно да он должен пострадать да ты должна проанализировать ситуацию какие твои действия привели к тому что он начал изменять изменить эту ситуацию либо свыкнуться потому что если ты ничего не изменишь ничего не изменится вряд ли он трахал баб трахал баб это его простила и а также с ним не спишь а и он просто стал дома дрочить а тебе от этого легче ну кстати если вы не спите со своим мужем то он либо дрочит либо трахать шлюх хорошо даже если вынес а какой третий вариант а женщина это чаще все очень тяжело понять потому что женщина может она так расстроиться что у нее нет секса может может конечно половая потребность там 20 раз в месяц ну что-то как-то жизнь нет что-то никого нету никого не люблю грустно значит ли что она будет 20 раз в месяц мастурбировать это не факт может будет а может и не будет а мужик будет потому что я чуть расстроился баб нету подожду до нового года пусть наполнится все она наполнится уже к вечеру извините же открываете серьезные темы по подробнее друзья вы можете это узнать в моей на это любимой книги откуда берется любовь и куда уходит секс честная книга о том самом не мой ну это не мемуары о сексе вы не увидите здесь фотографии мои там или список моих но не многочисленных сексуальных побед это компиляция из разных книг которые я прочитал когда готовился ну как этому семинару потом я прочитал этот семинар и потом мы это все опять сложили и потом это подписано с любовью и преданностью так про секс понятно про измены понятно вопрос как хотите страшно задавать вопросы я я сам видел это видео поэтому вас не осуждаю где вопрос о пожалуйста ну пожалуйста девушка вам выкатит микрофончик сначала вы мужчина который лохматый потом мужчина который нет сначала лохматом но обычно кто спереди у меня такое правило потом вы слушаю вас вы уверены что всех надо фотографировать кто задает вопрос вы у них спрашиваете потому что может быть они не очень хотят что прямо все это где-то выкладывалось так что нормально просто ситуация такова что у близкого моего товарища его сейчас уже супруга до этого просто не были они в браке но она ему доброго два раза доказано признанием изменила и один раз брать и вот при трех метров он никуда не ушел и как бы не собирается в принципе это делать дальнейшем понимать что это повторится может неоднократно но мне непонятен вопрос если это все таки такой разрушительный элемент ну первых он этого может быть не знает что это разрушительно во вторых он думает что возможно что-то изменится в третьих на возможно он комплексует один вообще найдет кого-то другого может он волнуется что никого больше не будет четвертое может быть у них дети там еще что-то может быть у них тому как а какие-то причины есть мы же говорили как от весь оправдание есть у каждого поэтому тут конкретно я не могу сказать я могу сказать ошибка это его или нет да скорее всего он будет об этом страдать он об этом пожалеет это по-любому по-любому но может быть его особенности психики все-таки заставляют его видеть там какие-то ну свои тайные выгоды какие неизвестно может он живет за ее деньги мы же не знаем эти подробности но мы угадывать здесь не будем поэтому я так скажу это точно ошибка он точно об этом пожалеет скорее всего скорее всего но а причине я сказать не могу ну ты его выбор пусть не знаю может он ее травит мы шьёком сейчас тихонечко и всем говорит да я ее люблю и никогда не брошу у безвременно безвременно лена что что посинела так ну попятнела боже я безучешный вдовец мы не знаем вот этой всей истории да пожалуйста вот сзади мужчина хотел да вопрос следующий каждой семье и либо это партнеры наступает момент куча обид куча проблем и оба разрушают друг друга как остановить этот процесс когда понимают очень хороший вопрос но есть маленький нюанс на этот очень хороший вопрос не очень быстро ответ я могу порассуждать на эту тему мне почему-то кажется это будет важным для всех что заставляет мы уже немножко об этом говорили что заставляет этих людей ну ругаться сливать друг на друга негатив ну кроме того что у них копится негатив об этом чуть позже почему они ругаются от недопонимания некого по почему они недопонимают потому что они чужие люди у них нету но ты бы общались допустим со мной как создаем другом и тип каждый день мы ругались рты лысая твой там сто процента мне кажется ты сосешь у негров а ты меня ну что-то подобное приблизительно то же самое как мы бы дружили ну нет конечно 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 нет конечно потом поможет среди друзей такого что быть не может но он близкие люди и мы накал вот этого недопонимания никогда не доведем до такого чтоб уже так оскорблять друг друга понимаешь но тогда как ну люди же чужие они же не могут ну говорить смотрите близкие люди они правильно сливают негатив вот допустим у меня есть друзья я на друзей не сливаю свой негатив может быть очень редко с их разрешения да это это обмен ну я знаю что ну и сейчас я ему открыл сердце да поругался расстроился показал свою слабость как-то себя повел но и он знает что он тоже может иногда это взять мы иногда делаем но на постоянку вот как мы с тобой пример привели да вот мы так не делаем то есть кто-то другой куда мы это все сливаем существует такое понятие и в семье то же самое есть такое понятие как экология переживания отрицательных эмоций но начнем про отрицательные эмоции смотрите тут целая философия мы все хотим счастья мы об этом же говорили говорили что такое счастье не говорите у всех разное как объединить у всех разное в единый и под headed конечно ты переживаешь положительные эмоции это главный признак твоего счастья не может быть частью переживая отрицательные эмоции правда же то есть все чудеса знаем ща это переживание положительных эмоций мы все знаем что за положительные эмоции. Мы знаем, как переживать положительные эмоции. Мы даже знаем, как делить положительные эмоции с другими. Правда? Это несложно. Потому что всем это нравится. Приятелями быть легко. А вот с отрицательными эмоциями мы так не поступаем. Потому что есть масса предрассудков. Во-первых, нам кажется, что отрицательные эмоции это что-то ненормальное. Переживать отрицательные эмоции это плохо. Это не ясно и так далее. Но давайте. Вот устроен мир, в котором мы переживаем счастье. хотим переживать счастье. Мы люди, стремящиеся к счастью. Вот такие мы теплокровные млекопитающие приматы. Мы хотим счастья. Но вы никогда не задумывались, вот эти положительные эмоции, от чего они ценные, эти положительные эмоции? В сравнении с этим. Конечно. Ну, давайте. Может быть, вкусная еда быть счастьем? Конечно. Но только лишь. Если вы знаете, что такое еда невкусная или знаете, что такое голод просто. И только вот понимая это, вы сможете испытать удовольствие от счастья. Еды. Можно ли быть счастливым просто попить воды и снять? Попить воды и получить удовольствие. Если вы знаете, что такое жажда, можно получить, ну, допустим, допустим, вы ездите на Порше Панамер. Допустим. Хорошая машина. Я ездил один раз. Хорошая машина. Даже кто не ездил, все знают, что хорошая. Но она хорошая только лишь на фоне Запорожья. Ну, Запорожье самое, бог с ним. Ну да, потом садишь на Бентли. Заметьте. А Бентли, Бентли, получаешь счастье от Бентли только если ты, что, ездил на Панамере. Потому что ты никогда не будешь Бентли сравнивать с Жигулями, да, с Приорой. Вот и все. Вот и все. То есть, наши положительные эмоции, они для нас положительны только лишь на фоне отрицательных, которые просто необходимы. Лето в Курске кайфовое только на фоне чего? Зимы, конечно. Только зимы. В Питере классное лето, на всякие случаи. В всяких случаях там жила. И поэтому ты переехала в Курск. Ты же не коренная? Ты же не в Питере родилась? Нет. Ты просто не смогла прижиться в Питере. Вот и все. Нет, я не говорю, что... Да, у тебя была плохая одежда, ты не в нормальном месте работала, ездила на метро, скорее всего. Ну, что-то такое. Поэтому у тебя не зашел Питер. Питер заходит тем, кто в хорошей одежде, ездит на хороших машинах, живут в теплых комнатах, живут в теплых местах. Все остальные бегают по улицам, в очередях и кричают, очень плохая погода. Плохая погода в Питере это специальный фактор Бога, чтобы не все переехали в Питер. Потому что если бы в Питере была хорошая погода, вся страна бы уехала в Питер. И 150-140-150 миллионов человек жили бы в Питере. И случился коллапс. Поэтому человек приехал, расстроился, поймал, не, ну есть же классная погода в Курске. И ты переезжаешь. Да. И потом уже здесь наслаждается каналами, дворцами, ну, архитектурой. Европой. Европой, да. Простите. Но, опять же, опять же, чтобы что-то получить, да, допустим, ну, допустим, чтобы наслаждаться Барселоной, нужно родиться в Ижевске. Потому что если ты живешь в Барселоне, ты просто живешь в Барселонии, ты вообще, жарко какие-то, блин, негры, какие-то потные туристы, сука, налоги, ты вообще не кайфуешь от этой всей херни пробки. А если вот ты из Ижевска откуда-то, заметьте, как тактично я обошел все остальное. Спасибо, что поняли. Поэтому, история сейчас не про Питер, не Барселону, и Ижевск, или твою плохую одежду в Питере. Нет. Речь о другом. О том, что мы что-то с чем-то всегда, что? Сравниваем, конечно. Ну, даже ты приехала в Курск и кайфанула от чего? От не очень холодной зимы, от не очень жаркого лета, ну, такое вот, потому что ты где-то нарвалась там на, ну, какие-то другие перепады. Может, кайфануть было, я не знаю, с Семипалатинской приехала, тоже бы кайфанула здесь, да, как-то так. Но, вся история о том, что мы, отрицательные эмоции, жизненно необходимы для счастья человека. Жизненно. Если нету отрицательных эмоций, тогда же рай ценен только лишь на фоне ада. Конечно. И вот людям надо учиться, как переживать не только положительные эмоции, но и отрицательные. А у нас с этим проблемы. Первое, что нужно понять, отрицательные эмоции нормальные. Я обычно привожу такой пример, чтобы людям стало понятно. вот, допустим, вы кушаете вкусное. Кушаете, кушаете, или как? Логичный процесс, результат, вам нужно идти в сортир какать. Ничего жизни радостного в этом нету такого. Бау, сегодня планиру два раза покакать. И такая, сидишь с зефиркой, да, вот это, латте. Ну, ну, надо и надо. Ну, потому что, ну, не избавиться от этой истории. Мы понимаем, надо, надо. Представляете, мы решили, что какать плохо. Что будет, если человек решил, что какать плохо? Девочки нормальные, не какают. И такая, и решила не какать. Чем закончится? Ну, либо реанимация, ты сдохнешь просто, да, от отравления внутреннего, либо, все-таки, органин справится, и в самом неподходящем месте дно тебе вырвет, и будет адская конфузия. Адская конфузия. Да. Второй вариант. Ну, раз, все, что естественно, то не безобразно, где придавило, там и откладываем личинку. Да, болеть от этого, конечно, не будешь, но побольше эффект, люди с тобой перестают общаться, начинают тебя сторониться. Да. Друзья, давайте Лену на вечеринку не приглашать. Почему? Ну, как почему? Ну, вы же помните, она и на балконе, и, ну, во время медленного танца, ну, нарезала оливье, и тоже как-то. То есть, мы понимаем, что, и мы идем, как цивилизованные люди, по какому пути? Мы выделяем специально отведенные места, и ставим там унитазы, кофелечек, теплые полы, смывочки, пшикалочки, ну, вот эта вся история, туалетная бумага, расходники, вытяжки, и решаем этот вопрос, потому что есть проблема, ее надо решать. Мы ее оформляем, оформляем, и тратим на это некие усилия. К чему это? Я же эту фекальную историю рассказал не так, чтобы просто вас порадовать. Мы же, у нас же психология, тем более семейная. Если у нас есть положительные эмоции, у нас обречены быть отрицательными, обречены, потому что нет, они по отдельности вообще не работают, так как круассан, он, ну, цель круассана какашка. Можно сказать, что какашка это в прошлом круассан. Да, отрицательные эмоции и положительные, они связаны, как маятник, болтается туда-сюда, одно без другого невозможно. Поэтому, если мы хотим получать положительные эмоции, мы должны убрать, мы должны разбираться с отрицательными. У нас возникает история, давайте не переживать положительные эмоции. Ну, буддисты иногда пытаются, полный дзен, тебе все пох, ничего хорошего, ничего плохого. Ничего нет. Такая история, да. Ну, мы так не занимаемся, но мысль о том, что, а давайте не переживать отрицательные эмоции. Возникает мысль, потому что отрицательные эмоции переживают только истерички, психопатки, неадекватные бабищи или мужики. Тьфу, как можно, надо держать в себе, надо быть всегда таким. И люди иногда на это ведутся и начинают, пытаются не переживать отрицательные эмоции. Чем это все заканчивается? Либо болячками всевозможными от скрытого гнева непережитого, либо вырывает в самое неподходящее место. Второй вариант, давайте переживать отрицательные эмоции везде, где они к нам пришли. и появляются хабалистые люди, которые сидят, что-то скучно, а что вытарышалось, сука, тупоглазая. Тварина, блин, о члене сидит, думает тут, косоногая, чтобы тебе прищ на жопе выскочил. Вроде полегчало, но люди начинают сторониться, да, даже моя художественная сценка напрягла, почему я, почему я, как трахаться Аня, а как, да, почему я, да, ну, прости, солнце, ты просто самая красивая в первом ряду. Это неприятно, очевидно, таких людей, что, избегают, если бы это было, ну, не нашим юмористическим шоу, а тебе, допустим, тебе твой близкий человек сказал, ну, ты по мувилкой глаз, конечно, или, ну, я общаться с таким, мы такое не хотим, поэтому просто слить негативные эмоции, где попало, что, можно, но опасно, это так же, как покакать не в специально отведенном месте, можно, но есть последствия, и поэтому есть третий вариант, как с туалетом, нужно организовать свою жизнь так, чтобы безопасно переживать отрицательные эмоции, отрицательные эмоции переживают либо в кругу людей, которые эмоционально сильнее, которые тебя покровительствуют, которые более, ну, в этом, ну, разбираются, подготовлены, да, то есть это может быть муж, это могут быть родители, это могут быть старшие товарищи, наставники, священники, психологи, ну, кто угодно, кто сильнее тебя, кто тебя выслушает.